ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Слушай, я еще хотел пообсуждать тему маленьких верующих. Вот. Чего ты? Ну, знаешь, это эти люди, которые верят в Деда Мороза. Так, у нас он там сзади есть один представитель. Так, ты же веришь в Деду Морозу? Ну, да. Ты громче говори. Ну, да, как бы. Ага, ага. Ты все еще веришь? Нет. А ты ходишь в церковь Деда Мороза? Нет. Ставишь свечку у Деда Мороза? Как ты его почитаешь? Как твоя вера, на чем она основывается? Моя вера основывается на... Что я получаю подарки. Что я получаю подарки. И что я ставлю елку. Ну, то есть, если, грубо говоря, ты веришь в подарки. То есть, твоя вера заключается в том, что если ты поставишь елку, то будут подарки. Да. Так и Дед Морозка. Вот и все. Вот и все. Это такая магическая магия. Ну, просто смотри. Большие верующие, они ходят там в специальный дом, где молятся невидимому мужику, просят у него помощи. Он не помогает. Но они продолжают просить. Вот. Там покупают свечки, как-то там покрывают голову платком. Ты что-то такое делаешь? Нет. Для чего? Потому что... Потому что Вера Деда Мороза Это вот не предусматривает. Да. Не надо этого делать. Один раз в год поставил елку. Да. Для того, чтобы... Написал письмо. Письмо. Или просто загадал желание во время того, как любят куранты. Я не могу сказать. Так оно... Сколько твоих желаний сбылось? Сколько ты уже таких желаний загадывал? Много. И сколько сбылось? Почти все. Почти все. Потому что рассказывать можно. Слушай, ну я подумал, что Вера в Деда Мороза она лучше, чем невидимого мужика. Да, конечно. Видим Деда Мороза? Нет. Знаешь, что она по себе опасается. Да. Нет, ну просто это вера, в которой хотя бы ты получаешь какой-то подарок. Да. Ну, от мужика в красном, там, пальто-трико. Видимо мужика все равно. Да, но есть какой-то мужик в итоге. Ну, а так невидимый мужик, он же не дает ничего, никаких подарков, ничего. Ну, кто его знает. Ну, кто его знает, я знаю. Вот сколько там я видел людей, молящихся невидимому мужику, загадывающих желания и подарки. Вот у Деда Мороза желания исполняются, а у невидимого мужика я таких вот не встречал. Ну, кто его знает, неспробедимый пути этих невидимых мужиков. Не, мне нравится, чувак. А ты веришь в Деду Морозу? Я вот хотел спросить, короче, а вот... Надя, если к тебе пришел бы кто-то и сказал, что Деда Мороза не существует, что бы ты сделала? Я? Да. Я бы такая, типа... Громче говори. Я бы такая, типа... Вот сюда. Ну, ты... А ты уверен в этом? Докажи. Все. И какое доказательство от темы устроило? А как бы он доказал, что он есть или что его нет? Да, так вот вопрос. То же самое с невидимым мужиком. Таки да. Он же невидимый. Мы там, мы там-то и весь прикол. Поэтому оно и называет яйца вера. Один верит в то, что он есть, а другой верит в то, что его нет. И оба верят, и оба права. Это круг веры. Вер. Ясно. Мне кажется, что тебе больше всего нравится в новом году? В новом годе. В новом годе. Атмосфера нравится? И каникулы. И каникулы? Громче говори, я тебе еле слушаю. Атмосфера и каникулы. И все. То есть, если бы не было каникул, то было бы уже и так себе, да? Ну, все, типа, выросло все. Все, взрослая жизнь. Зачем вам? Никаких каникул тебе больше. Ну, влажная атмосфера. Ну, что в себя включает атмосфера? Елка. Атмосфера – это елка, огоньки, блед. Елка, огоньки, блед. Нет, а левьешка – это не вкусно. А левьешка – не вкусно, так? Так, чай, какой-нибудь «Один дома». Чай какой-нибудь «Один дома»? То есть, обычный день? С кем-то чай уже не очень. Не, ну, фильм «Один дома» там. А, фильм «Один дома»? Ты знаешь, стандартные пошли. Это стандартный набор. Стандартный набор, знаешь, услышала по телевизору. Оливьешка. Оливьешка – это не вкусно. Ну, я согласен, что оливьешка – это не вкусно. Малайя. Тебе нравится оливьешка? Конечно. Ты каждый год фигачишь оливьешку в тазик, просто все засыпаешь? Так так и есть. Блин. С кем я тут вожусь? Ну, давай дальше. Ну, знаешь, два на два. Подожди, а что в твоей тогда, раз ты тут включаешься в разговор? Что для тебя Новый год? Для меня? Да, ну, ты в Долгопрудном там, я так понимаю, встречал? Нет. В смысле, я здесь был. А, ты здесь был? Да, я приехал 30-го числа. Ага. 31-го с утра. Прямо, прям, так ты же Дед Мороз, получается. Получается, да? Я принес Новый год к страну. Это Брат Мороз такой. Брат Мороз. Брат Мороз. Блин, у маленьких верующих смешная вера. Брат Мороз, сестра Холод. Нет, а еще... Сестрица Снежинка. Кстати, никто не знает, как его зовут на самом деле. Брат Мороз? Да, Дед Мороз. Мороз, это в двери. Как его зовут на самом деле. У него нет имени. Да. Блин. У него имя Дед. Вот прикинь. Ты такой маленький в садик ходишь, тебе говорят, эй, Дед. Ничего, нормально. Ты понимаешь, что даже у этого невидимого мужика тоже не применят они. Почему есть? Какое? Иисус. Нет, это его сын, как бы. А, это его сын. А у невидимого мужика нет? Да. И фамилии нет. Есть имя Бога. А какое? Их там очень много. А фамилия? А отчество? Какое? Отчество? Это у Иисуса может быть отчество. Ну, хорошо. А Иисус как? Богович. Богович. Иисус Богович. Иисус Богович. Он явно болгар. Не в те дни мы ушли. Позвращайтесь обратно. А то очень много верующих людей поставят дизлайки. Так маленькие верующие или большие верующие? Все. Мы тут всех затронули. Все. И сейчас молния такая. Я подумал, что смотри, это же прикольно. Это же получается вот этот вот Дед Мороз. Это как подготовка маленьких верующих к большой вере. Ой, ты издалека. Ну, то есть для них слишком сложно все эти ритуалы соблюдать. Если брать христиан. Не, почему? Смотри. Есть такие аномальные верующие. Аномальные верующие. Аномальные верующие. Аномальные верующие. Которые, возможно, совершают всякие ритуалы. Блин, она его почти в карман положила. Такой карманный пес. Такое и есть. Аномальные верующие, которые совершают обряды. Это может быть, это может быть, что-то что-то. Так, ну, например, какие обряды. Ну, я просто не знаю, может, я даже что-то не доделываю. Которые ко мне просто редко заходят. Такое. Ставят елку. Вокруг нее кругом таким ставят подарки. Громче говорю. Ставят елку. Так. Наряженную уже. Вокруг нее ставят подарки. Так, уз заготовленной, чтобы подманить Деда Мороза. Так сказать, подловить его на подарки. То есть, по идее, он должен. Подкормить подарками. Знаешь, как голубей. Ты его откидываешь там хлебом или утком. Они подходят, подходят, вот так хрась и ешь их. Вот, типа, вот. Такая же тема. Потом, наверное, ставят печеньки. А, с молоком. Или без молока. Поборные с молоком и без молока. А наверх уложат ленточку. Ну и Деда Мороза отлавливают так же, как айтишник. Ячейка, молочко, бонусы. Заходите в наш офис. У нас тут есть елка. И он такой, ну, нигде же больше нету. Так вот. А потом читают молитву. Молитву. Подождите. Ну, смотрите. Я вот подумал, что Дед Мороз, он же через трубу залазит, да? А это Санта залазит. Это Санта через трубу залазит. Разница вообще. Ну, так трубы нету. Как он тебе в квартиру залезет? Он... Да, ты там шепотом что-то шепчешь. Никто тебя не слышит. Ну, и все. Ну, ты поговорили. А ты что думаешь про маленьких верующих? Ну, я не знаю. Надо сказать. Мне кажется, надо развеивать мифы на корню, чтобы не было такого. На корню. То есть как. Подожди, подожди. На каком таком корню? Где вот этот корень берется? Ну, чтобы был корень, должно где-то что-то расти. Она закопана. Где искать его? У тебя есть лопата? Ну, берешь такой, ребенок граждается, такой говоришь. Деда Мороза нет. Не, знаешь, ты сразу так его зачитываешь. Деда Мороза нет, Бога нет, евреи есть. Надеется он сам на себя. Живи сам, надеется он сам на себя. Счастья нет. И все такое. Чудо нет. Не, хотя на самом деле... Он такой, он такой, все, иди. Вот ему костюм даешь такой свободный. Он такой сразу дома пошел там в своей жизни. Да, пошел сразу зарабатывает. Вот кто-кто, а ты бы, походу, в чудеса бы и поверил, да? Что? Я? Ну, да. В смысле? Ну, судя по твоим поступлениям. Ну, я не верю в чудеса. Ну, это так и должно было быть, да? В смысле? Это как какая-то цепочка логических событий вообще-то. Слушайте, раз мы тут проговорили про цепочки логических событий, давайте поговорим про гороскопы. Это знаешь? Скорее, к примеру. Ну, мы в высоко, начали вот с маленьких, а теперь ползем выше. Ползаем градус. Гороскопы, вот да. Вроде папа, вот зачем ты их смотришь? Да, он самый гороскопический верующий, давай. Ну, я не такой, чтобы верующий, но интересно. Не, ну подожди, ну в какой-то же момент кто-то пришел такой, типа, ну, ты знаешь, как в стендапе было, типа, приходит и говорит, ну, смотрите, вот давайте месяца, когда каждый рождается, будем называть каким-то животным. А потом как-то это логически свяжем. А где-то нам не хватит животных, и там будет дева, например. А потом какие-то инструменты для взвешивания. Не, ну в какой-то же момент такой человек появился, знаешь, как-то договорились. Ну, кстати, да. Не было же такого, что такой сидел, сидел такой, точно. Не, ну пойти... Ну, там все слегка сложнее. Давай, рассказывай. Ну, я не спец в этом. Не, ну ты был как минимум эксперт. Ну, давай, куда уж мне. Ну, ладно, сеньор, вот. Куда уж. Сеньор гороскоп. Что скажешь? Гороскопы составляю, пишу там, на звезды, ты смотри. Брат гадалка. Кто знает, кто знает. Брат гадалка, да. Давай, рассказывай. Так что тебе рассказывать? Ну, как ты говоришь, оно было по-другому, не совсем так. Ну, как? Земля вращается. Так, Земля вращается, хорошо. Я не тоже. Далеко начал. Вселенная существует. Друг солнца. Ну, в какой-то определенной точке, а это, как правило, было... Ты сюда говори, в центр. Какой-то там есть. Попадается какой-то там, видите, где-то какое-то созвездие. И все, туда и пошло это все. По созвездиям. Конечно. Ну, так если ты в Австралии, ты не видишь этих созвездий. Тебе что? И все. Ну, то есть там гороскопы не работают? Ну, так у них только другие. Так, подожди. Ну, смотри, вот в нашем полушаре... Я хотел сказать давно. Где жили лучше? Где жили лучше? В хорошей стране. Где жили лучше? Там, где индексов. В северном полушарии. А потом только начали заселять Австралию. Нет, так получается, там гороскопы не работают. Там же не видно этих созвездий. Нет, так получается, гороскопы они создали, а потом только переехали. А потом такие, блядь, а в Австралии не работает. Что делать, пацаны? Пацаны не работают. Фейсбук создали в Америке, да? А он потом по всему миру расползся. Вот такая же беда и здесь. Блин, если создали вот в этой стране, значит в других странах тоже не работают. Ну да. Прикольно. Значит, типа World of Tanks создали в Беларуси. Ну, все, только в Беларуси можно было. Я просто читал, что в Новой Зеландии совсем другое звездное небо, и там вообще ничего не видно. Ну, есть тексты, видите, что у нас. Потому что у них совсем много полушарий. И все. Они такие, блин, дело там где? Ага. И всю жизнь ничего найти не могут. Понятно. Ну, так давай про гороскопы расскажи. Шути рассказать про гороскопы. Ты не вижу гороскоп? Нет, да. Ужи аппозиции. А зачем читаешь? А зачем читаешь гороскопы? Пускай будет информация, а вдруг когда-нибудь все совпадет. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Вот смотри, вот Вера в Деда Мороза уже сколько желаний исполнила. Хотя бы 10. Хотя бы 10, да. Вот, а гороскопы. Ну, например, у маленьких верующих все получается. Ну да, у них маленькие желания. Маленькие желания. И с Дедом Морозом. И скромные запросики, да? Да, думаю, что да, надо было бы, конечно. Но если взять много маленьких верующих и поместить в потом месте, то много маленьких желаний могут стать одним большим желанием. А? Как я так? Это ты про выборы, да? Ну, это не выборы. Ну, в принципе, маленькие верующие могли бы так выбрать себе папу. Дед уже есть. Дед уже есть сразу, да? Вот мамы, папы там еще нету религии. Еще есть сестра. Сестра есть. Сестра есть. Сестра есть. Без родных, без родных. Есть детки, есть сестра, все. Какая-то странная семья вообще. Да. Все остальные отдыхают, только они работают на праздник. Еще у них есть эти, как его, лепреконы, тролли. О, лепреконы, это ты лепреконы. Почему Дед Мороз ездит на санях? Потому что так быстрее. Но есть же самолеты. Ну, самолеты это скучно. То есть на подарки у него деньги есть? Да. А проапгрейдить себе сани нет? У него сани офигительные, он на ягере лепитает, полностью это как-то называется. Как это? Ты просто не видел эти сани, понимаешь? Пол, пол, нет, нет, это же полностью экологичный все. Экологичный транспорт. Конечно. Оленей, ягель, пожрали ягель и полетели, понимаешь? Слушай, любая авиакомпания за эту технологию продала. Так я вот и подумал, смотри, вот мы берем... У него не олень, у него кони. Берем Элона Маска, да? Берем все его деньги и инвестируем в сани, в производство саней. Летающих. Летающих. О, видишь, вот у Элона Маска появился новый проект. Как тебе такое, Элона Маска? Просто берем оленей, фигачим сани, профит. Осталось научить оленей летать. Нет, так мы просто берем рецепт Деда Мороза, кормим оленей ягелем и полетели. И, Кур, мне уже кажется, что ты сам берешь Деда Мороза. Ты уже начал искать его, где он есть, как споймать, как раздобыть технологию. Я думаю, его просто Дед Мороз банчит этими патентами на летающие сани. И у него есть деньги на подарки. А все эти самолеты, на самом деле, внутри их ездят... Это сани, да. То есть вы думали, крылья там, вот эта гравитация. Как он может лететь? Он же не птица, он же не машет крыльями. Это все сани. Просто сани, а в основном, это все иллюзия. Да, то есть физику придумали, чтобы скрыть этот обман. Да, действительно. Ребята, он не курит, он не пьет, честно. Я знаю, он что-то точно надышит. Это все новогоднее. Да, Мороз на ел. Новогоднее настроение. Слушайте, а Снегурочка, это его сестрица? Это его внучка. Это его внучка. Батьмонти. Или это другая внучка другого деда? Она же просто внучка. Про нее не говорили, чья она внучка. Там же в этой религии не уточняется. Нет, смотри. Это его внучка. Да, так бы. Вообще, зачем существует Снегурочка? Да, зачем она существует? Непонятно. Ну, чтобы Деда Морозу не было грустно. Секретарша как-то. Секретарша. Нормально. Просто с ним. Тусит. Да, просто с ним тусит эскорт. Нормально. Что ты еще знаешь про Деда Мороза? Про Новый год? Новый год, Деда Мороза. Я его не помню. Слушайте, я его знаю. Я вас на Деде 5 не помню. Я вот ехал и думал. Люди празднуют Новый год. А прикиньте, вот. Следующий Новый год. Люди такие собираются его праздновать, а он не наступает. А, время, типа, заморозит. Ну, вот я вот подумал, как бы это выглядело. Такие люди сидят, такие за столом, такие вот он... Так же было, когда Петр перенес, типа, с 1 сентября на 1 января. Новый год. И люди такие, блин. Где наши там 4 месяца? Или они 4 месяца праздновали? На самом деле сомнительно. То есть ты, по идее, можешь праздновать Новый год в любой момент. Ну, да. По идее, здесь люди не тоже могут. Ну, технически, маленькие верующие могут 365 дней праздновать. Кстати, спасибо. А если они еще будут очень быстро перемещаться по земле, то этот Новый год можно растянуть. Не, тогда... А если ты Камчатки встретил, потом быстренько вставишь часовой пояс. Да, да. И сколько этих часовых поясов? 13 или 18? 24. А, 24, точнее. Это хиза с рекор. Блин, забалился на камеру. Ну, вот, например, ты будешь перемещаться, и технически у тебя будет 2 суток Нового года. Такой вот. Бесконечный Новый год. Нет, нет. Такой... Когда тебе Новый год уже прям надоел. Такой выходит, как болеет. Но когда он закончится? В другую сторону повернулся и беги. Солнце повернул в другую сторону? Нет, ты повернулся сам в другую сторону и побежал. Беги от Нового года. Блин. Беги за Новый год, беги от Нового. Слушай, ну так если достаточно быстро бежать, можно вернуться обратно. Типа в прошлый Новый год вернулся. Поход душный. Сейчас мы выйдем в другую физику, да? Ну, флэшпойнт такой. И у тебя развилка вошла. Люди в одном Новом году, а ты в другом. Мне кажется, ты слишком пересмотрел сериал по комиксам. Там, где флэш, там что-то разогнался. Блин, мне вот «Назад в будущее» нравится. Вот фильм. А вот прикиньте, если бы они так на Новый год летали. Такие типа, блин, вы не те подарки купили. Лейте им назад в будущее за другими подарками. Влетает, а там очередь. И они прямо такие, черт, опять не успели. Да не, мне кажется, что... Знаешь, очень глупо иметь машину времени и где паздновать. Блин, это реально глупо. А вам не кажется, что «Назад в будущее»? Вот там есть такой момент, где они украли плутоний в самом начале. То есть, оказывается, его не так просто... Не так сложно украсть. Казалось бы. Казалось бы, да? Там украсть доллары, грабить банк. Украсть плутоний. Там примерно вот такой «Украсть плутоний». Так пошли, там что? Он лежит, там целый складочек плутония. Просто «Верить не хочу». Вот вчера на завод, мужики, шли, 3 килограмма внесли. Не, вот мы ржем, а в Америке какой-то малой украл плутоний. В гараже делал свой атомный реактор. Парень хороший. Да, его спалили на том, что просто мимо проезжали менты и решили там что-то к ним в дом зайти или что-то такое. А у него в гараже атомный реактор. Парню просто было весело, он его собирал. Прикинь. Представляешь, контакт ты перепутал. Как, а, у кого? Вот это я понимаю хобби у человека. Такой, шаг 1, украсть плутоний. Шаг 2, построить реактор. Шаг 3, жизнь на веслатной энергии. Долой к черту Илона Маска с его панелями. Когда он стал платить за счета, создам-ка я свой реактор поставлю. Так вот, смотри, есть атомный корабль, атомная подводная лодка. Там везде, наверное, есть немножко плутония. И есть эти бесконечно ездящие сани и санты. Они на одном уровне. Не на ягере. Не на ягере. Ну, прикольно же. То есть технически, то есть если уравнение приравнять, атомная подводная лодка и бесконечные сани и санты, то они равны. То есть прикинь, сколько там энергии. А прикиньте, смотри, по идее можно запрягать этих оленей. И бегать по кругу, крутить какую-нибудь тяганью и вырабатывать энергию. Ну тогда. Зачем нужен вот этот, как их делают? Из плазмы эти реакторы, как они называются? Плазменный реактор? Не-не-не-не. Которые как типа на энергии Солнца работают, как они называются. Солнечная батарея? Не-не-не-не. Когда плазма держится в такой вот трубе, и она типа на магнитах. Коллайдер? Нет. Короче, приехали. Ну, короче, никто не знает. Так вот. Это знает. Поприкиньте, если... Ты уже рассказываешь про термоядерный синтез. Вот, про термоядерный синтез. Это очень другое, Егор. Ну, вот примерно то же самое. То есть, если сани пустить по кругу, достаточно быстро. Ты понимаешь, в чем разница термоядерного синтеза и... Из-за ней... Я прям понимаю. Сейчас... Сейчас... Как добывается... Разрывается ядро... Восвобождается энергией. Термоядерный синтез, это, наоборот, соединение ядер. Руки от бабы. Нет. А это более неустойчивое. Модель более опасная. Но у нее тогда формула... Ты опять тихо говоришь. Говори на наш язык. Е... Е квадрат равно... Т квадрат работает пол. То есть, если капли воды у тебя... Е равно МТ квадрат. Энергия. Это энергия покоя вообще-то. Е равно МТ квадрат. Ну, короче... Ядерный синтез, все понятно. Там... Он будет, возможно, работать со всем, кроме железа. Вот. Потому что железо пожирает энергию как на соединение, так и на разделение молекул. Вот так вот. Знали вы? Ну, это уже не ко мне. Ну, это ко мне вот. И... Это то, из-за чего звезды взрываются в конечном итоге. Ну, неважно. Это не главное. Да, это не главное. Главное то, что, прикиньте, вот если сани... Использовать сани вместо всего этого. Вы представляете, с какой скоростью они перемещаются по планету, чтобы всем подарки развести? Сколько там энергии? И заставить их ездить по кругу? Смотри. В разных регионах разные, типа, маленькие верующие веруют в разных. Ну, да. Одни в этот мороз, другие в сан. Ну, то есть, там много мужиков на санях. Да. В Аккер-Азии елл... Какого-нибудь? Или как? Еллопуки. Еллопуки. Ну, а там еще еллопуки. Для английского хаза-каристмасса. Ну, хаза-каристмасс, например. Ну, смотри, у них должен быть саммит. Саммит Дедов Морозов. Они где собираются? Саммит большой восьмерки. Они сидят, все на санях. Все. Они в них собираются. Я что-то подумал, знаешь, оно должно было бы выглядеть, как в Германии. Вот это вот, все в красном. И белом. И такие мужики в красном заходят. Садятся за стол и такие. И, знаешь, они чертят эти чертежи, как они подарки будут разводить. Как план захвата планеты. А, да, на карте и распадают человечество. А если еще этот Санта говорит на немецком, нервашит рукой такой, то это бы выглядело довольно стрёмно. А может так и есть люди. Мы же ничего не знаем. Так вот, а потом эти мужики на своих реактивных санях возят подарки. Так может они просто на другой планете живут, а потом в раз и приезжают. Интересно, нормально. Это уже интересно, такая планета. Планета. Новогодняя планета. Интересно, где же? А прикиньте, как они шифруются. А что, если у нас как бы наша планета? Это наш шарик, который... Это такой снежный, который надо потрясти снег идет. Да, снег идет. Походу, кто-то пересмотрел людей в черт. Нет, я вот как раз сейчас задумался, да? А прикиньте, вот если Санта, это такой же, как Супермен. Он такой, вот просто приходит такой, типа, у него в рубашке такой одет. В костюме, в очках. Работает репортером, например. А потом такие, смотрит на часы, 31 число. Время возить подарки, он просто заходит за угол такой, приснимает рубашку, а там вот этот халат такой красный, борода такая. Как у железного человека вот так надвигается там борода. Надвигается борода такая, накладывай. И шапка, и все. Блин, это прикольно было, да? Двойная жизнь, нет, тайная жизнь Санты. В нем он просто человека. Но этому городу нужен новый герой. Кто-то должен разнести все эти подарки. И он на санях такой летает по планете такой, быстро перемещается. И как Супермен слышит, когда маленькие верующие говорят, я хочу велосипедик. По сути, подарки же появляются в 0.0. Должны быть 0.0. По идее, за эти 60 секунд он должен разнести в подарки по всему, допустим, по северному... Ну, по одной широте он должен. Да, по широте, допустим. То есть, ну, прикинь... То есть, он должен очень быстро перемещаться. Я же об этом и говорю. То есть, если взять двое Сани и Санты и разогнать их в андронном коллайдере, чтобы они вырезались, скорее всего, мы бы открыли новую вселенную. Так в смысле? Это ускоритель на двух пучках получается. Что? Это ускоритель на двух пучках. Ускоритель на двух пучках. Так я тебе серьезно. Если два протона, короче, встречи... Ну, то есть, разгоняются на андронном коллайдере. Разгоняются два протона по разным каналам. Потом они встречаются... Короче, и получается три протона и один антипротон. Хорошо. Я понятия не... Это получается из двух масс... Я понятия не понимаю, что я говорю. Из двух масс получается четыре массы. Понимаешь? То есть, если мы разгоним двое Саней... Это мы получим четыре Сани. Четыре Сани и одни анти-Сани. Одни анти-Сани, да. Анти-Сани. Блин, на анти-Санне должен есть анти-Санта. То есть, технически, если в Санях будет сидеть Санта, Мы можем помочь ему, мы можем ускорить доставку подарков в четыре раза. Антисанта будет забирать подарки. Антисанта будет разводить угольки. Угольки? Угольки. То есть это есть в этой религии? Это только в Америке. Только в Америке. Это прикольно. Приносит тебе такую большую коробку. Что же там такое? Распаковываешь, раздираешь оберку, бантик снимаешь. Открываешь там уголечек. В коробочке такой. Как раз потух сразу. А прикинь, он горячий. Берешь такой, блядь, уголечек. Я не матерюсь. Ну и короче, я вот знаете о чем подумал в этот момент? Что после такого маленькие верующие должны пойти к маленьким психологам. С маленькой детской травмой. Психологи-карлики? А это в Американ... Американцы... Психологи-карлики. У них все это... Марки складываются с детства. Психологи-карлики. Психологи-карлики. А там, да, маленькие психологи. Постаршие психологи. Старые психологи. А вы слышали про Тайнову Санту? Это когда люди приходят с подарками. А, типа ставят пудик, да. И... А это везде, кстати, у меня даже в универе. И скидываются подарками, потом их мешают. И кому-то достается подарок. А, нет, у нас в универе тоже есть Тайнов и Санта. Ты можешь, типа, выбрать, где ты ходишь. По факультету или вообще по всему универу. И просто приходишь, какой-то в один день. Типа, там все имена. Какие-то закинуты. Ты, типа, тянешь имя и смотришь, кому ты должен подарить. И все. И потом просто сделаешь подарок. И потом к Новому году, типа, сделаешь подарок и приносишь. И вот. Никто не знает, кто кому. Так я понимаю. И ты можешь подарить уголечек. Ты плохо себя вел. Ты плохо себя вел. Да, с запиской. Ты плохо себя вел. Вот это вот. Прикиньте, как человек вот такой. Типа, вау. Все, там 31-го. Сейчас открою. И максимально красивая упаковка должна быть. Должно быть все идеально. Уголочки. Все ровно. Приклеено там. На степлер. Вообще все ровно. И чтобы у нее никакого подозрения не закралось. И в тот момент, когда он достает уголечек, его должна еще фоткать камера какая-то. Получается, подожди, подожди. Получается, сговорил камеру. Что? Получается, еще камеру подойдет. Не, ну ты бы камеру спрятал в коробке, он выкинул коробку, а ты вернул. А. Ну, то есть. Вернул бы. Не, FGPS. FGPS нашел. Отследил. Ну, или ты даришь коробку, а там камера настоящая, все нормально. И в тот момент, когда он достает уголек, его фоткает камера, ты забегаешь и забираешь камеру. Отдай, это мое. Подожди. Извини, я забыл такой. Подожди, подожди. Нет, типа камера в форме уголька, да? Подожди. Она фоткает его. И потом исчезает. Фоткает, исчезает, здорово, и взрывается. У него еще и руки нет. Такой. Ага, блин. Такой. Черт, разве что за тайный Санта такой. Добрый Санта. Да. Дай его убью, да. Такой с протезом, знаешь, как в этих хоррор фильмах. Такой. А потом пилу туда прикручиваю. Идет в матч от этих всех людей. Анти-Санта. Блин, по-моему, неплохой бы фильм могли снять. Потом каждый год бы его люди просматривали под Оливье. Это такие дела. Нельзя. Нельзя плохим. Я даже название хорошее придумал. Анти-Санта. 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 То есть, начинается с того, что физики ловят Санту. В зоне 51. Туда почему-то вот прилетел Санта, оставляясь круги на полях. А, нет. Все начинается с того, что дети поставили елку. Поставили вокруг подарки кругом. Подманили елкой. Да. Не дети, а физики в халатах. Физики. Они выглядели как дети, специально молодых нанимали. Карликов. Карликов, да. Физики в карликах. И они вот так вот ловят Санту сеткой. Сеткой. Да. И там еще... Тащат в андронный коллайдер и разгоняют его в трубе. Получается. Тут делают 4 Санта и одного анти-Санта. А, прикиньте, потом кто-то посмотрит это видео. Какой-то режиссер или сценарист. Да. И в следующем году выйдет это видео. Спилберг, знаешь, смотрит Егорова. Галустян посмотрит и снимет его. Очень, очень, очень новогодний фильм снимет. 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 Галустяна где-то есть, знаешь, на кассете у Галустяна. Есть смешная фирма. Он такой, никому не покажу. Слишком смешно. Слишком смешно. Он такой, ха-ха-ха. Ну давай, придумывай, потому что мы уже почти приехали. Поговорите о Снегурочке тогда. У Теда Морозова есть Снегурочка, а у всех остальных нету. Поговорите о Снегурочке. Ну тут про Снегурочку очень тяжело говорить. Потому что есть плакаты со Снегурочками, где Снегурочки все менее-менее одеты. Ну и как бы тут можно скатиться не туда. У нас там рейтинг и так высокий. Куда поехали. В Логойск? В Логойск? В Логойск? Ну мы там развернем. Вон смотри, мужики Land Rover разбирают. Вот кто-то приехал покататься, а они такие, блин, ну что он там стоит на этих красивых дисках. Давайте мы их тоже вот обновим, подарим ему Land Rover без дисков. Да, мы немножко туда поехали. Сейчас все туда. Вы просто ездить не увидите. Да-да. Блин, Логойск. А что ты знаешь про Йети? Йети? Да. Йети. Эти и Йети? Эти Йети, нам слишком далеко. Они живут в горах, а у нас же нет гора. Как нет гора? Это же Беларусь. Это только гор. Это же Беларусь. Конечно, ты не один такой. Силиче. Логойск. Держинская гора. Держинская гора, да. Солнечная долина. Сколько вам еще горы назвать? Чем больше городе Мужевел? Ну, Йети. Это не те, это не горы, это горки. Горошки. Горышки. Горошки. Горошки. Ну, так вот, там тоже могут быть маленькие Йети, но маленькие горышки. Маленькие Йети. Это как маленькие вирусы. Да. С маленькой Вирусой. Сначала отличаются маленькие Йети от обычных. Нет, вы увидели мужика его бороду? Мне показалось, что это Санта пошел. Он, знаешь, какой-то, типа, после работы такой, типа, одену свою обычную одежду. Антисанта. У него усы были такие седые. А, нет, антисанта должен быть... Черный. Да, вот. В черном халате. С черной бородой. Блин, он как пират тогда будет. Он должен тогда с деревянной ногой еще быть такой. С деревянной рукой. С криком. С криком. С криком. Иди сюда. Не, не с криком. С это. С пушкой для раздавания угольков. С пушкой для раздавания угольков. Ну, типа, вот здесь вот... Не, 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 подожди. У него должен быть просто переносной камин. Он такой должен прилетать из камина, такой доставать и ложить. Или отсыпать. Отсыпать только тем, кто очень плохо. Или у него может быть большая трубка такая, где там прям угли лежат. Это когда, блин, где-то я такую рекламу видел. Рекламу хлопьев. Хлопьев. О, боже. О, боже. Вы так и говорите, вот, когда видите Санду, такой, о, боже. О, боже. О, боже. О, дед. О, дед. О, дед. О, дед. О, дед. Ну. Ну, самое прикольное, что, смотри, маленькие верующие, они же не скидываются деду на постройку храма. Нет. Или на постройку бани. Я не знаю, где дед живет. На постройку федерации вообще-то. На саммит больших дедов. Самые важные деды всей планеты собираются. И обсуждают, кому что. Подарить. Это, не знаю, реклама. Типа, пожертвуйте. Не, не пожертвуйте. Дайте нам, а мы вам подарим. То есть, по сути, ты платишь за свои подарки. Бурик, а с этой стороны... Да вон мужик идет какой-то с пакетом. Смотри, как он в развалочку идет. Не видит, что мы тут пытаемся перепарковаться. Питает. Он идет в саммите дедов Морозов. Не, ну он... Я думаю, на саммите дедов Морозов, если у тебя нет бороды. Нельзя. Это не дед Мороз, да? Да, это не дед Мороз. Вот, поэтому они... Блин, я подумал, прикиньте, барбершопы. Это же придумка дедов... Да, ну я... 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 Обычные квартиры дедов Морозов. Это они придумали. Наверное. То есть, одни деды стригут других дедов. Никто же не видел, как дед Мороз готовит свою бороду. Все, мы приехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok